Хочу вас всех поздравить с великим праздником, 100 лет нашей пионерской организации. Вы еще совсем маленькие и, ну, можно сказать, стоите у истоков воссоздания, возрождения по-настоящему пионерской организации. Настоящей. Я все-таки вот чувствую, у меня чувство такое, что, наверное, вот прошлый этот год у нас будет таким очень активным. И среди молодежи комсомольской нашей организации, БРСМ, и у вас, у пионеров, самым-самым активным будут эти годы. Поэтому, естественно, вы у истоков, у начальника, возрождения. Но сто лет. Мои детские и, как говорят, юношеские годы, они пришлись на самый расцвет пионерского движения. Пионерия, октября, так и комсомольцы. Это было самое-самое время. Поэтому патриотизм был определенный. И я даже помню, когда мне вручали пионерский галстук красный. И учили завязывать узел. Ну, вот правильный узел, я смотрю, у всех завязано правильно. Бывает так, крест-накрест, то как правильно надо повязывать пионерский галстук. Меня этому учили. Я помню, когда я сам выглаживал этот пионерский галстук. И мы очень редко, я даже не помню, что такой случай был, чтобы я пришел в школу без галстука. Это было, ну, несколько обязательно, но никто нас не заставлял. Мы уже сами, как говорят, в крови у нас было. Вот галстук обязательно. Потому я помню эти времена, свои пионерские. Я говорю еще раз, я был октябренком, потом меня приняли пионеры. Это было счастье. Я вспоминаю свои вот эти годы пионерские. Это были самые счастливые годы. Почему счастливые? Потому что они беззаботные. Тогда ни о чем не думал, непросто было, не так, как вам. Мне было посложнее, потому что в деревне, потому что много приходилось трудиться и работать. И все пионерские времена, вот я наблюдаю за вами, ваш вожак выступает по телевизору. И у вас такой некий крен, ну, как вам сказать, спорт, развлечение, веселуха. Я не помню, что вот меня спросили, ну, пионерские годы и ваши впечатления. Я бы не сказал, что мы уж там веселились крепко. Да, мы беззаботно как-то жили. Спорт был в жизни с первого до последнего дня, с утра до вечера, если ты был свободен от работы. В сельском хозяйстве, ну, в деревне работы было много. Поэтому в основном это труд. В основном это труд. Ну, и обязательно помощь старшим. Стариков мы не забывали. После войны их было очень много и раненых. Нужно было помогать. Поэтому мы, малыши, старшим помогали всегда вот пришедшим с войны. И вообще уважение к старшим было потрясающее. Это тоже впечатление из тех времен.